Значит, эксперимент по партнёрскому финансированию, который проходит в четырёх субъектах Российской Федерации. В республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан и в Чеченской Республике. Девять месяцев – это уже достаточный срок для того, чтобы можно было посмотреть на первые итоги эксперимента и на его ход. И наша сегодня сессия как раз об этом. Прежде чем дать слово нашим уважаемым спикерам, я, к сожалению, должен напомнить о регламенте. Семь минут для выступления и три минуты для выступления почётных гостей, с тем, чтобы все участники круглого стола имели возможность высказаться. Первое слово я бы попросил взять Анатолия Геннадьевича Аксакова. Я, председатель Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, один из соавторов закона, член экспертного совета по партнёрскому финансированию. Анатолий Геннадьевич, это, можно сказать, ваше детище. Вот 9 месяцев, которые прошли с начала эксперимента, как вы оцениваете, тот подход, который был заложен по внедрению исламского финансирования через эксперимент, он оправдывает ваши ожидания? Хотелось бы очень с большим вниманием услышать вашу точку зрения. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Доброе утро, уважаемые товарищи. Я вчера с китайцами встречался, поэтому слово «товарищи», скажем так, более близко, родное и свежее. Что касается исламского банкинга, давно действительно этим занимаюсь. В Татарстане много раз обсуждали разные версии законопроекта, и я благодарен как раз представителям Татарстана за то, что они занимали всегда активную позицию, и помогли нам, в конце концов, принять ту версию, которая сейчас работает. Понятно, что она компромиссная, она не учитывала все, что хотели инициаторы законопроекта. Но, слава Богу, что закон есть, он работает, и с сентября прошлого года вступил в свое действие. 23 участника, причем участники постоянно увеличиваются, это радует. Хотел бы отметить, что, конечно, здесь опять же активная позиция Татарстана. 13 участников из этих 23 – это организации, которые представляют эту республику. Здесь я хотел бы призвать другие республики, их еще три, занять более активную позицию. Хотя при этом, не просто понимаю, но и знаю, что есть организации, которые работают на принципах исламского банкинга, но при этом сами себя так не регистрируют, поскольку они видят те дополнительные нагрузки, которые этот закон наносит, вносит в их деятельность. И они для того, чтобы не нести эти нагрузки, как раз не регистрируют себя в рамках принятого законодательства. Поэтому первое предложение, которое выходит и стекает из этой ситуации, нам необходимо посмотреть, какие дополнительные нагрузки несут организации. Мы видим, что сам исламский банкинг обходится дороже тем, кто работает в этой сфере, чем иные формы финансирования экономических и иных процессов. Анализ сейчас проводится. Я знаю, что цитаральный банк в этом направлении работает. При этом очень важно провести на основе этого анализа, опять же, стандартизацию исламских продуктов, чтобы не было лазеек для тех, кто хочет использовать этот канал для проведения своих операций, то есть воспользоваться какими-то льготами, какими-то вариантами для того, чтобы проводить недобросовестные операции. То есть вот здесь тонкая и такая глубокая профессиональная работа стран Центрального банка, очевидно, должна проводиться. Я знаю, она проводится. Будут подготовлены новые стандарты исламского банкинга, которые, во-первых, позволят определить, как работать в этой сфере, и, во-вторых, позволят отсекать недобросовестных участников этого рынка, что тоже очень важно. Тема сроков иногда поднимается. Мы еще только начали работать. Я понимаю, что два года – это маловато. При этом, если говорить о числе участников, 22 участника, и вроде мало, причем в основном в Татарстане, но при этом мы когда приняли закон о цифровых финансовых активах, мы его приняли в 2021 году, а первые участники появились только через год, даже больше, чем через год. А там Айс зафиксировал, зарегистрировал свое участие на этом рынке только через год и месяц. Это говорит о том, что, в принципе, исламский банкинг развивается достаточно быстро. Ну и то, что в Чечне недавно прошло обсуждение этой темы, сейчас проходит, здесь как раз дает дополнительный импульс тому, чтобы все больше организации в этот бизнес входило, для того, чтобы помогать людям, которые хотят это направление использовать, соответственно, будут это делать. Встает вопрос о расширении числа участников. Меня атакуют представители Ингушетии. Чечню включили в эксперимент. Ингушетии нет, у них там определенные ревности есть, соседи, история, отношения. Я думаю, вполне можно было бы рассмотреть вопрос о расширении числа участников, тем более вот тех, кто хочет, желает, почему бы не дать такую возможность. Более того, я как представитель Чувашии в Госдуме, а в Чувашии тоже живет исламское население, у нас Батревский район, так, довольно плотно населен татарами, и они тоже меня атакуют, говорят, почему Чувашия не включена в этот процесс. Ну и тем более, исламский банк не предполагает обязательно вероисповедание, да, то есть это партнерское финансирование, могут быть представители других религий, участвовать в этом процессе. Я бы, например, предложил Чувашии, мне было бы легче смотреть, как этот эксперимент реализовывается на территории республики, с властями у меня плотно отношения, ну и с батревским населением. Они меня атакуют, я предложил бы вот два региона дополнительно включить в этот эксперимент. Я думаю, вполне ничего такого плохого в этом нет. Ну и меня очень заинтриговало и на самом деле обрадовало то, что появились цифровые инструменты. Цифровой СУКУК, который вчера был объявлен, я видел в прессе, выпущенный здесь, в Татарстане, говорит о том, что новые инструменты цифровые можно использовать для исламского банкинга. Если что-то там необходимо подкорректировать в законодательстве, мы тоже готовы это рассмотреть. Но вот это направление, оно является очень перспективным, с моей точки зрения. Я вообще апологет цифровых финансовых активов, поскольку они как раз позволяют, в том числе, и преодолевать санкционные решения против нашей страны. И думаю, что всё больше и больше участников этого процесса будут цифровые инструменты, в том числе, выпускать на основе партнёрского финансирования. На этом восстановлюсь. Семь минут. Прекрасно. Да, спасибо. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Спасибо за Ваш взгляд. Я бы хотел передать слово ещё одному представителю нашего парламента, Мухармиму Магомедовичу Ульбашеву, который представляет Верхнюю палату. Мухармим Магомедович, Вы также являетесь с автором закона, член экспертного совета. Более того, Вы сенатор от Республики Кабардино-Балкария. Хотелось бы, чтобы Вы поделились Вашим взглядом на ход эксперимента. А вдруг Республика, кстати, тоже хочет стать дополнительным участником его. Какое обсуждение у Вас идёт по этому поводу? Спасибо, Андрей Геннадьевич. Действительно, Республика не возражает включиться в эксперимент. Мы это знаем точно и по позиции правительства Республики, и главное, есть потребность.